Чёрная луна Миллиардов. Сейчас не время для сомнений. Мы вытеснили Горгов из системы Атракса и захватили контроль над зоной. Планируем возвести ещё одну станцию-крепость. Если переговоры о прекращении огня будут успешны, мы вступим в долгое перемирие с правящим кланом. Жаль. Но это не гарантирует нам полной стабильности. Вардраги предупредили, что Горги чрезвычайно разобщены, когда дело касается политики. Межклановые конфликты – дело обычное, и власть правящего клана не абсолютна. Кланы-отступники не стесняются нападать на корабли, которые заходят в их системы. Объявлено или нет прекращение огня. Такой раскол неизбежно означает, что на карту будет поставлено ещё немало жизней. Контр-адмирал Норбанг присвоил мне звание Комодора и поставил под моё командование тяжёлый крейсер «Аваланж». Это даёт ему возможность отправлять меня на особо рискованные задания в самых горячих секторах. Я знал, что тут какой-то подвох. Работая с командором «Свитуатор» и «Призраками», мы действуем как отряд быстрого реагирования. Наша обязанность – поддерживать разведывательные миссии, защищая призраков и подавляя инциденты вдоль мятежной границы. Важность нашей миссии можно сравнить только с феноменальным риском, на который мы идём. Могу только надеяться, что Ангел права и что все наши действия окажутся шагами на пути к постоянной нашей цели – освобождению Земли. Что до призраков, то они могут очаровать кого угодно. Нет, правда, я чувствую что-то вроде мальчишеской гордости из-за того, что призраки выбрали меня в партнёры, даже если это просто везение. С их офицером связи, командером «Свитуатор», иметь дело почти так же трудно, как с призраками-разведчиками. С ними я, по крайней мере, не припираюсь каждый день. Учитывая размах её способностей, я чувствую, что высокомерие «Свитуатор» извинительно. Может быть, её больше нельзя считать вполне человеком. Она долгое время провела в мисте, в системе призраков, и они изменили её анатомически и ментально. Она может то, о чём средний человек может только мечтать. Признаюсь, я ей завидую иногда. Как и ангел, она одновременно для меня и ближайший союзник, и отдалённая загадка. Каникулы кончились, Комодор. Призраки сообщили интересные новости. Даже центральное командование об этом пока не слышало. Наши скауты засекли обездвиженного механоида на территории клана Рагра. Парит среди астероидов, как мёртвый. Никогда ничего подобного не видели. Ваш ИИ... Пардон, я хотела сказать, мисс Ангел. Кажется, очень взволнованный. Она считает, нам надо поближе взглянуть на эту аномалию. И я с ней согласна. Мы должны выяснить, что там случилось, и как он дошёл до такого состояния. Вы же понимаете, какими важными могут быть эти сведения. Я предполагала положительный ответ, Комодор. Мы уже готовы отправляться. Сэр, разведка доложила точно. Там механоид, координаты указаны. А вы ждали танцора диско? Талант разведчика получать засекреченные сведения и действовать тайно заслуживает всяческого уважения. Единственное, что меня удивляет, это то, что я сегодня оказался первым, кому доложили о важном открытии. Вы не были первым, Командор. Первой была я. Конечно. Но я так понимаю, что контр-адмиралу Норбанку предстоит подождать, чтобы об этом услышать. Я тоже так понимаю. Ну, кто бы об этом не знал. Примите мою благодарность, Командор. Мне не надо благодарности, Комодор. Если вам пригодилось что-то, о чём я сказала, это простое совпадение. Если вам так важно выразить благодарность, уберите мерзкие бледно-розовые простыни из моей каюты. Да, уверен. Они не гармонируют с вашими тенями для глаз. Всем к кораблям! Ни в коем случае не стрелять в механоида! Повторяю, ни в коем случае не стрелять в механоида! Если он проснётся, нам всем крышка! Вас понял, сэр! Так точно, Комодор, стрелять не будем! Если уровень его энергии настолько низок, несколько выстрелов, наверное, не зарядят его до критического уровня. Но это только теория. Можно с некоторыми оговорками использовать инфосканер. Если оставить его в покое, по моим расчётам, ему потребуется 16 месяцев собрать достаточное количество солнечного света и реактивироваться. Использование сканера восстановит его скорее за 5,5 месяцев. Как он дошёл до такого состояния? У меня недостаточно данных, чтобы предложить разумную теорию. Если бы я смогла взглянуть на него поближе, может, я бы и сказала больше. Научный анализ завершён! Что говорят нам факты? Тело механоида в основном наномолекулярно. Оно состоит из большого числа крохотных механизмов. Эти механизмы могут перегруппироваться практически в любую представимую форму. С таким низким уровнем энергии основные алгоритмы программного обеспечения механоида находятся в неактивном состоянии. В таком виде, я думаю, я могу взять его под свой контроль. Тогда ты можешь и уничтожить его. Уничтожить? Могу. Конечно, тогда я не смогу изучить его как следует. Это механоид, ангел, а не сраная бабочка. Он слишком велик, чтобы тащить его с собой. И к тому же, система корабля могут перезарядить его. Я пойду посмотрю. Невероятно. Они создали совершенную механическую конструкцию. Все так удобно. Ангел, немедленно возвращайся. Уровень энергии механоида повышается. Без паники. Повышение энергии. Это я. Все под контролем. Дайте я копну поглубже. Мне нужно еще немного времени. Времени на нашей стороне. Хватит рисковать. Все, что мы знаем об этой технологии, что она разрушительна. Если можешь уничтожить его, сделай это и немедленно возвращайся. Ангел! Ангел, ты меня слышишь? Ангел, ответь! Комодор, ангел разговаривает по-японски. По-японски? Зачем? Кто-нибудь понял, что она сказала? Ну, технически, ее родной язык и есть японский. Я знаю всего несколько слов. Похоже на поэзию. Поэзия? Ангел, немедленно назад! Это приказ! Ангел, ты слышишь? Воздух мерцает. Белый парет незнакомой бабочки. Комодор, мы, похоже, влипли. Приятно видеть, что годы академических занятий не прошли для вас даром, мистер Вельтман. Что-то нарушило баланс ее сознания. Она читает стихи хай-ку. Преобладают артистические подпрограммы. Может, это защитная реакция, чтобы защитить мозг от агрессивных алгоритмов механоида? То, что надо. Читает поэзию. Мы можем ей помочь? Боюсь, все, что мы можем, это ждать. Ангел, слушай меня! Ты должна срочно вернуться! С тобой все в порядке? Дождем испещрен снежный пейзаж. Теплая ямка на простыне разделена. Одни лоскутком. Простыня? Ангел, о чем ты говоришь? Что с тобой? Ты меня слышишь? Сарай сгорел. Теперь не видна луна. Сэр, прибыли корабли горгов! Вы трусливые пиявки! Вы что, правда думали, что настоящих воинов обманут ваши льстилые рукопожатия и молящие взгляды? Вы думали, мы не увидим правды за лицемерной маской? Дураки! Шаглок не признает договоров, кроме вечного договора со смертью в славной битве! Сэр! По нашим прикидкам, их в два раза больше, чем нас! Всем отрядам! Поднять щиты! Ангел, заканчивай караоке! Быстро на корабль! Мы не можем вступать в бой! Смотри на рушащийся мир! Звезда на заре! Лепесток в струе ветра! Пузырек, дрожащий на веки мечтателя! Рьющиеся пламя, тень и чиханье! Ангел, проснись! Или нас взорвут горги! Или сражение зарядит механоида! Мы умрем здесь вместе с тобой! Ты должна вернуться! Осенний ветер! Боги, лута! Ложь, ложь, ложь! Сэр! Надо что-то делать! Ждем ваших приказаний! Комодор, надо уходить! У нас нет ни единого шанса! Мы не можем бросить ангел! И мы не можем позволить горгам забрать механоида! Даже ценой наших жизней? Профессор прав! Нам любой ценой нужен механоид! Ангел! Все в порядке, Комодор! У меня были проблемы с моими личностями, но я все уладила! Мой анализ еще не закончен, но я смогу использовать некоторые системы механоидов против горгов! На короткое время я смогу починить себе их корабли! Не забудьте, Комодор! Наше обладание этим механоидом – ключ к спасению Земли! Твои личности? Какие еще личности? Позже, доктор! Позже! Внимание всем кораблям! Принимаем бой! Я подвергла перегрузке орудиями генератором Моллера! Комодор, у нас проблема! Механоид быстро восстанавливается, пользуясь рассеянной посудой энергией! Он выходит из моего контроля! Что? Сколько у нас времени? Меньше десяти минут! Я успею убраться отсюда, только далеко не отходите! Так точно, сэр! Комодор, горьну Аль нар skewdares мятни. Какие здесь? Назначенный корабль эвакуируется! Тыzie говорящая. Комодор! Механоид зарядился! Я больше не контролирую его! Посмотрите, у нас еще одинолетний корабль эвакуируется! Почему он нас не атаковал? Сосунка длинная, сосунка короткая. Отчего так? Ну, комодор, или нам везет, как никому, или судьба сама дает нам в руки секрет ослабления механоидов. Призраки нашли еще одного неподвижного механоида во владении Храгра. По каким-то причинам эта территория для механоидов неблагоприятна. Первого мы упустили, пора начинать большую охоту. КОНЕЦ Сэр, вам стоит на это взглянуть! Это вражеские файтеры? Это они? Это они отключили механоида? Как все запутано. Это тот же самый экземпляр, который победил флот Горгов. Я узнаю его. Но наши сенсоры показали, что он ушел с чрезвычайно высоким уровнем энергии. Уровень энергии больше невысокий. Технически он мертв. Что за черт мог убить механоида? Лейтенант, свяжитесь с этими файтерами. Они не отвечают, сэр! Почему-то я не удивлена. Это не файтеры, они живые. Вы не могли бы просветить остальных? Что вы знаете об этих живых созданиях? В настоящий момент у меня нет информации, достойной внимания. Полагаю, призраки о них знали. Не так ли? Пожалуйста, командор! Нет времени для споров. Мы должны получить тело механоида. Он абсолютно обездвижен. Я смогу изучить его в безопасности. Если я выясню, как он работает, у нас, наконец, будет оружие против них. В настоящий момент меня больше интересует оружие, которое эти файтеры направили на нас. Боюсь, мы рассмотрим его поближе очень скоро. Смотрите! Сэр, файтеры приближаются! Коммодор, целостность щита падает. Они вытягивают из него энергию! Мы их всех уничтожили, сэр! Коммандор Светуатор, если поблизости присутствуют призраки, пусть они отыщут корабль-матку или еще что-нибудь, откуда эти создания берутся. Не похоже, чтобы они могли долго существовать в открытом космосе. Сожалею, коммодор. На этот раз призраки не могут вам помочь. Полагаю, это не сочетается с вашим великим планом, доктор Вельтман? Пожалуйста... Вторая волна нападающих, командор! Огромное множество! Верника! Чем они стреляют? Выяснить! Их оружие создает что-то вроде ионизирующего поля. Оно не причиняет физического вреда, но может превратить в ненужный хлам все оборудование на борту. Даже устройства, защищенные щитом? Даже те, у которых есть резервные системы? Вот именно. Жизнеобеспечение, генератор, поддерживающий структурную целостность. Все, без исключения. Корабль буквально развалится, начиная изнутри. Похоже, все, сэр. Нам надо выяснить, откуда берутся эти файтеры. Да? Не уверена, что это умно. Сэр, вот они снова! Сэр, наши сенсоры обнаружили искривление пространства в 34 километрах отсюда. Но оно почти тут же исчезло. Они, кажется, используют неизвестный метод гиперпрыжка. Их матка наверняка ушла. Вместе с секретом, как победить механоида? Черт! Не хочу вмешиваться, сэр, но мы не сможем долго выдерживать атаку. Наши корабли в менее чем удовлетворительном состоянии. Доложите о повреждениях. Докладывает Спарта. Все в порядке, Комодор. Мы в целости и сохранности. Это Брутус. Корабль в целость, но некоторое научное оборудование пострадало, в том числе инфосканер. Валаш! Готов к действию! Мы не можем торчать здесь с такими потрепанными кораблями. Возвращаемся в систему Атрокс. Атрокс! Ангел, где твой механоид? Надеюсь, этот скелет стоит того, чтобы за него сражались? За обладание им не жалко заплатить любую цену. За обладание? Ты хочешь притащить его на борт? Ангел, прости, что напоминаю, но в чемодан он не влезет. Комодор, в мире механоидов ограничения схематического мышления не действуют. Начался универсальный процесс технологической ассимиляции. Нет, немедленно остановите его! Ассимиляция завершена. Ассимиляция завершена. Продолжение следует... Продолжение следует...